Самый главный вопрос. Что про игру можно сказать? Ну и дальше в овертайме. Там уже Саша Капитунин бильярд сыграл здорово. И Саева немного потрясло, я считаю. Кто эти люди? Расскажи о них. Мы их не видим. Вот которые ваши MVP в финале, эти ваши видео-тренеры, они отменяют, отменяют, тащат как на боку. Кто они? Ну они молодцы. Они, так сказать, профессионалы в самом деле тоже. Как мы делаем свою работу на льду, они делают свою работу вне льда. Они также украшают нашу раздевалку. Мы чувствуем себя как дома. Спасибо им большое за это. Мы играем для них, они стараются для нас. Какой был самый трудный момент? Можно сказать точнее, что вот этот момент после гола Локомотива в третьем периоде был самым трудным в этом плей-офф с точки зрения того, что надо было выдержать, выстоять? Да, наверное. Ну мы такое уже проходили. С Екатеринбургом пропускали на последних минутах. И тут переломный такой гол. Когда парни пластались две минуты в меньшинстве, но потом шайбы все-таки не своего добились, закопали. Это их сила. Но мы стараемся сдерживать их, не пускать на свой пятак, выигрывать чужой. Я считаю, мы показали характер, когда после перерыва на овертайм вышли и забили гол. Ты говорил после матчей с автомобилистом, что они играют, так пытаются спровоцировать, лезть под кожу. Здесь серия с Локомотивом носит другой характер? Они иначе действуют или все то же самое? Ну это плей-офф, нокаут страстей, я считаю, все то же самое. Где-то они ведут себя по сдержанию, так сказать. Если с Екатеринбургом где-то словами друг к другу разменивались, на эмоциях могли друг другу что-то говорить, то здесь просто на пятак не пускаем их. Там видно, что борьба на пятаке. Это во всех сериях присутствует. Это плей-офф, это игра, без этого никуда. Роман, в этом плей-офф очень психологически устойчивая команда. Вы отдали матч в Екатеринбурге с 3-0, но потом вышли и забрали в конечном счете ту серию. Вы же сами говорили, соперники сравнивали, потом выходили и побеждали в овертайм. За счет чего это достигается? За счет чего есть такая уверенность в себе? Я думаю, это пошло у нас с первой серии, с игры с Амуром, когда мы вырвали серию в овертайме. Никита Гребенкин забил этот золотой гол, так сказать. Ну и на эмоциях идем вперед. Я считаю, не нужно расстраиваться, когда пропускаешь шайбу. Да, обидно, конечно, но нужно уметь собираться и не сдаваться в такие моменты, проявлять характер и показывать свои наилучшие стороны. Ром, можно ли сказать, что у Магниток такая молодая команда, сейчас много молодых лидеров. Вы, Силантьев, Набоков. То есть для вас это, можно сказать, первый финал. И у вас нет грузопоражений за плечами, обидных, тяжелых, которые может быть давят. И за счет этого вы больше такие драйвовые, куражные, вы ничего не боитесь и побеждаете? Ну, не знаю, за других пацанов. За Силантьев, он постарше. А мы с Илюхой Набоковым. Обидное поражение у нас было по молодежке. Мы уступили два года назад Омску. Вели 2-2 у нас серии, но в МХЛ играют до трех побед. На третий период выходим, ввели в счет 4-1 на домашней площадке и в итоге уступили. Это вообще самое обидное поражение было на моей памяти. Ну, сейчас взрослый уровень, совсем другая игра. Ребята, те, кто постарше, помогают, настраивают нас. Мы, в свою очередь, стараемся этим молодым задором, так сказать, на эмоциях тоже помогаем им. Они помогают нам. Илюха Набоков нас тащит, и мы ему стараемся в этом помочь. У нас, считаю, сильная команда. Андрей Райзин как-то по-особенному работает с молодыми игроками в плане настроя, в плане каких-то игровой мудрости? Что он тебе играет? Очень сильно повзрослели и вы, и Игорь Ребенкин, и тот же самый Набоков, который вообще первый год играет в игре. Да, это все, я считаю, шло где-то в течение сезона. Сейчас перед пловом нам просто сказали раскрепоститься. Мы уже прошли и первую, и вторую стадию, это финал. Я настраивался на то, что я буду играть свой первый финал и больше кайфовать от игры, чем переживать эти нервы какие-то, потряхивать на игре. Лучше, наоборот, выходить уверенно и быть уверенным в своих силах. Роман, та разница в скоростях, которую вы реализовываете, это тактический план. То есть у вас очень быстрое звено, вы все втроем очень быстрые с Зерновым и Силантьевым, и защитники Локомотива иногда не успевают подстраиваться под вас. Делайте акцент именно на том, чтобы атаковать их, кто-то не разворачивает с оборотов. Ну, команды проявляют свои сильные стороны. Я считаю, наша сильная сторона это в скорости, быстрые передачи, плотная игра в чужой, своей зоне. Мы за счет наших сильных сторон, считаю, проявляем лучшее качество и побеждаем. Питунина за такую победную шайбу как подкалывали в раздевалке? То, что тут подкалывает, наоборот, мы сплачиваемся еще сильнее. То, что где-то нам так везет, везет тому, кто везет. Нас это, наоборот, еще больше воодушевляет. И вот эти шайбы, которые отменяют, потому что, ну, на самом деле, все по-честному, по правилам их отменяют, это нас тоже воодушевляет. Спасибо тем же самым нашим тренерам-аналитикам, которые следят за всем этим. Провоцировать Исаева как вы будете в следующей игре напоминать о том, что сегодня будет? Ну, Никита Гребенкин его перед овертаймом спровоцировал. Что он делает? Он просто подъехал, сказал пару слов. Ну, я выезжал, настраивался на овертайм. Вижу, Гребенкин подъехал, Исаева там сразу. Он пытается от него уехать, а Греба все настойчивее, настойчивее. И все, видимо. Никита знает психологию вратарей. Вот, оказывается, сейчас играет. Поэтому он лучше всех вас булеты пробивает на разные. Да. Раскрыл секрет. С победой и до послезавтра. Спасибо большое. Спасибо, Ром. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова